В трейдинге 100% каких-то вариков нет. Их еще иногда называют мусорными акциями, которые непонятно на чем растут. Дают иксы на московской бирже. Это такая небольшая пометка, чтобы вы не думали, что здесь есть какие-то верняки. Всем привет! Вы на канале нетипичного трейдера. Меня зовут Макарова Алена. Сегодня мы с вами разберем скальперскую сделку на фьючерсах. Она относительно простая. Изначально таким сделкам я учу на рынке акций. Почему именно начинаем с рынка акций? Я уже ранее рассказывала о своих выпусках. Ссылку оставлю в описании и также где-нибудь здесь всплывающую подсказку. Чтобы вы посмотрели, в чем суть. Долго останавливаться на этом не будем. Разберем непосредственно саму сделку. Как я сказала, такие сделки изначально встречаются. Они более простые на рынке акций. И те же самые сделки мы по сути встречаем на рынке фьючерсов. Я буду показывать отработку ситуации на фьючерсе доллар-рубль. Или как на сленге мы ее называем сишка. То есть SI323. Прежде чем мы с вами начнем, поставьте пожалуйста лайк. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. Ну а мы с вами начинаем погружаться в мир скальпинга. Поехали! Небольшая предыстория. Начну с того, что у нас с самого открытия это было 30 января. Сишка, то есть в принципе вся валюта, она припадала в течение всего времени с момента открытия. И начали появляться айсберги. Эти айсберги проедались ровно до того момента, пока мы не застряли в определенном диапазоне в один айсберг. От которого мне уже показалось, можно попробовать с коротким стопом зайти на отскок. То есть рано или поздно все равно должен был произойти отскок, так как любой инструмент, он не может постоянно только падать или только расти. По цене 69,946 стоит айсберг заявка. Похоже на айсберг заявку. Сейчас обратите внимание, что произойдет. Сейчас переставится объем выше по 950. И по сути это тот участник, который наставляет именно лонговые айсберги, которые по итогу проедаются. Здесь я уже обратила внимание, что в определенном диапазоне в пределах 30-40 пунктов ставится айсберг заявки, который не дает уже дальше идти цене. И я заметила, что вот если вы обратите внимание на 5 минутку, идет уже такая небольшая проторговка, от которой можно в принципе попробовать. Но нужно понимать, что это не графическая ситуация. То есть на графике мы просто видим, что идет какая-то уже небольшая проторговка. То есть дальше цена падать не хочет, что-то мешает. В стакане мы видим айсберг заявки. И для меня вот это подтверждение, то есть шортовое движение и далее проторговка является таким неким подтверждением того, что в принципе можно попробовать взять на отскок. Опять же объем брала небольшой, потому что сишка в последнее время адекватных точек входа не дает. И сильно рисковать, конечно же, не особо хочется. Ликвидности в стакане мало, волатильность большая, нет смысла там сильно превышать объемы. Сделка была такая чисто на попробовать. То есть не особо-то я в нее и верила, при условии того, что эти айсберги они проедаются. В итоге, если вы обратите внимание, здесь постоянно поставляется по 200 по 100 лотов. То есть, возможно, это тоже участники заходят, возможно, это маркетмейкеры. Но айсберг по 950, который стоял, он так и стоит. Это тот самый заключительный айсберг, заключительная айсберг-заявка, которая по итогу, в общем, от нее и отскочили. Сейчас я поставила скорость X2. Обратите внимание, только сейчас, конечно, в записи вижу, другую позицию закрываю, что снизу у нас со стороны покупателей подставилось какие-то 200 лотов. Вот они. И постоянно подставляются, как будто бы маркетмейкеры, и цена выталкивается наверх. По итогу, то есть, я смотрела тоже вот здесь на 10 минутки, именно не на 5, а на 10 на 15 минутки, что цена развернулась. То есть, есть короткий стоп, основание, можно попробовать потянуть. Есть даже на графике про торговку, визуально уже видна. Подставляются вот по 100-200 лотов, то есть, для меня это тоже был таким неким сигналом того, что, возможно, маркетмейкеры, возможно, кто-то толкает цену, не важно. Но суть в том, что мелкие объемы в нашу сторону, они подставляются. 25 лотов принимаю решение закрыть, закрываю и на оставшийся объем встаю. Вот, обратите внимание, 200, то есть, какие-то объемы есть. До этого вот этих объемов не было. Еще немаловажный момент, обратите внимание на цену 69,990. У нас здесь прошло уже 260 лотов, и почему-то накрутилось 500 лотов. То есть, есть подозрение на айсберг-заявку, которая ставится. Возможно, это та же заявка, которая стояла по 950, а возможно, это новая заявка. И тогда это было бы, конечно, еще лучше. Но в целом, данная сделка была сделана где-то в полдвенадцатого по Москве. Это уже относительно неактивное время. Соответственно, не факт, что большой айсберг будет проеден. То есть, работа уже идет по большей части на отскок. Немного отскочили от айсберг-заявки. Тоже, опять же, поставляется 200 перед айсберг-заявкой. 300 по 70 тысяч и 6. Теперь мы точно убедились, что у нас по 990 стоит айсберг-заявка. Потому что в кластерах проходят объемы. И при этом в стакане постоянно обновляется объем. То есть, порядка 500 лотов. Это говорит о том, что здесь, скорее всего, стоит айсберг-заявка. Опять же, в трейдинге 100% не бывает. Даже если мы говорим, что вот это верняк. Это просто нам хочется верить. Возможно, мы стараемся как-то себя подбодрить, чтобы побольше зайти в объем. Потому что от уверенности тоже зависит тот же банальный объем. И когда мы говорим, ну, вот тут точно что-то. И опять же, в любой момент ситуация может поменяться. Вы должны понимать, что в трейдинге 100% каких-то вариков нет. Даже если раздают деньги налево и направо на волатильности. Это такая небольшая пометка, чтобы вы не думали, что здесь есть какие-то верняки. По итогу цена пролетает все те объемы, которые стояли в продаже. Скорее всего, это также скальперы, которые закрывают свои, допустим, чуть ближе к 100 пунктам. Профит сейчас не особо такой рынок активный, чтобы там тянуть по 1000 пунктов на сишке. Мне показалось, что по 70-50 стоит какая-то айсберг-заявка. То есть, обратите внимание, теперь начали сверху подставляться объемы. И это для меня уже такой сигнал, что надо будет немножко прикрываться. Стакан становится плотный. Я принимаю решение уже закрыть большую часть объема. Выставляю последний объем. Надеялась на то, что на тике можно закрыться. Но почему я лимитку переставила? Если вы посмотрите, то по цене 70-66 постоянно наставлялся какой-то объем и его проедали. То есть, кто-то, допустим, зашел на 500-1000 лотов по сишке и потихоньку там свои объемы выставлял. Соответственно, его закрывало. Теперь я вижу, что по 70-60 начинает тоже постоянно по 300-200 лотов кто-то выставляться. Соответственно, я выставляюсь перед крупной заявкой, потому что этот трейдер или участник, кто он там, не знаю, он может просто загасить все движение. И в итоге вместо 100 пунктов на 25 лотов там я закрою в лучшем случае 30. Вот обратите внимание, я немножко промотала и теперь обратно. Он убрал объем и я сразу переставлюсь чуть повыше. То есть, если ничего, в принципе, цене не мешает, можно попробовать подержать. Кто-то выставлял стол, а то в итоге убрал тоже. То есть, мелкие со всем объемом проходят. У меня настройки идут таким образом, что... Видите, я уже мужской дергаю. У меня настройки идут таким образом. Вот он, вот он переставил. Переставил, то есть, что я меньше чем 30 лотов в покупке-продаже не вижу. То есть, мне эта информация ни к чему, она мне только мешает. Ну и вот, собственно, я перед этим участником закрылась. То есть, его не закрывало по 70-60. Он переставился чуть ниже для того, чтобы его проедалось. Скорее всего, будет такая ситуация, что он будет еще и еще наставлять. Давайте ради интереса посмотрим. Вот сейчас, смотрите, вот он поставился. Опять по 70-60. Скорее всего, потом, после поставился по 70-80 айсберг. Но здесь уже особо не было причины, почему нужно было бы стоять. То есть, да, это была бы уже не системная сделка, даже если бы я заработала. И поэтому избегайте вот этой ловушки, когда вы думаете, А, блин, он айсберг переставил, а я уже закрылся. Если вы закрыли, значит, вы понимали, почему вы закрылись. А то, что происходит уже после сделки, этого могло и, допустим, не произойти. Потому что, если вы четко понимаете, что вы будете стоять, потому что сейчас с большой вероятностью переставят айсберг заявку. Соответственно, я сейчас закрываться не буду, несмотря на то, что сверху собрались как бы продавцы, и их как бы надо пробить. Вот, если у вас такая идея, то, конечно, стоять нужно было, и вы бы вышли очень рано. Но у меня такой идеи не было. Я не видела предпосылок к тому, что переставится айсберг заявка. До этого я эти моменты не замечала. Соответственно, я отрабатывала чисто отскок от айсберга. Это самый банальный, самый простой вид сделок. Один из простых, которым мы учим на курсе обучения. На этой сделке, если считать, без комиссии было заработано порядка 10 тысяч рублей, сделка относительно простая, не особо рисковая. То есть, в основном рынок дает последние пару месяцев 2023 года вот такие сделки. Но сколько бы времени не прошло, такие сделки будут актуальны всегда. Они есть у меня также на канале. То есть, пересматривайте. Я в основном оставляю тот вид сделок, который рано или поздно будет актуален. Допустим, сейчас на момент записи данного видео был период планка сезонов, так называемых. То есть, когда разгоняют акции неликвидные 2-го, 3-го эшелона. Их еще иногда называют мусорными акциями, которые непонятно на чем растут. Дают иксы на московской бирже. И также я оставлю ссылки в описании, чтобы вы посмотрели, как это все происходит. Подготовились к следующему планка сезона, когда будут разгонять те же неликвиды. Ну а вот такой вот вид сделок отскока от плотности, от айсбергов. Это вообще вечные сделки. Ну а теперь давайте рассмотрим с вами сделку на пробой подобного айсберга. Как я такие вещи отрабатываю. Опять же, на очень небольшой объем. Потому что ликвидности, сами видите, мало. Это такой дырявый стакан при условии того, что он сжат в 2 раза. По 71, 150 я вижу, что стоит айсберг заявка. Они у меня ничем там не подсвечиваются. Я их и так прекрасно вижу. Я, как правило, захожу на один рабочий объем. То есть я, смотрите, поставила кластеры за весь день, чтобы видеть. И сколько прошло в целом объема. То есть я обращаю внимание на то, что прошло порядка 6 тысяч лотов. Где-то примерно еще 4 тысячи лотов должно пройти для того, чтобы этот айсберг был проеден. Это те айсберги, которые в конце января были актуальны. Потому что величина айсберга, айсберг заявки, она может меняться. Плюс еще, обратите внимание на тот момент, что в диапазоне 71, вот не успела зайти. Подставляли там объемы, в общем, сверху. Зашла пока на 50 лотов. Не стала не заходить, потому что объем, в принципе, небольшой. Стоп относительно короткий, потому что чувствуется, что валюту тянет больше вниз. То есть больше продаж. И я решила все-таки зайти добавиться. Есть подозрения на то, что по 171,32 есть айсберг заявка. Обратите внимание, также по 71,150, скорее всего, поставили уже шартовый айсберг. И что делаю я? Я выставляю лимитные заявки для того, чтобы меня забрало еще побольше в позицию. Немножко не успеваю, но что поделать. Ладно. То есть уже на отскок. Уже на отскок от нового айсберга. То есть у нас новая переменная. Как бы поставили айсберг заявку. Я стою в позиции. Тянется сделка по юаню. Вот так будете смотреть. Ладно уж. Здесь стоит, то есть, 30 тысяч лотов. В итоге все, что там не добилось. Порядка нескольких там лотов я добиваю. По цене 71,14 мне показалось, что возможно тоже переставили айсберг. Поэтому я решила немножко добавиться. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Торгуете ли фьючерсы, или вы хотели бы их торговать. Развиваете ли вы сейчас на акциях, или сразу перешли на фьючерсы. Я бы, конечно, такое не рекомендовала. Вот именно с точки зрения работы в проптрейдинговой компании. С точки зрения скальпинга. Потому что здесь есть свои нюансы. Да и в целом, напишите любой комментарий. Ваш комментарий помогает продвижению моего канала. Мы уже близимся к 10 тысячам подписчиков. Надеюсь, мы в скором времени добьем эту цифру. Я буду безумно рада. Что-нибудь интересное замутим. Обязательно ставьте лайк, если еще не поставили. Если вам нужно было посмотреть разбор, прежде чем оценить контент. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписались. Чтобы не пропускать интересные моменты. Ставьте также колокольчик, чтобы получать оперативное уведомление. Ну а я с вами не прощаюсь. Увидимся в биржевом стакане. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok